Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассаламу аля, расуллиллаху, ассаламу алейкум, рахматуллаху. Начнём мы, наверное, с бахмутской истерии, которая поднялась в российском командовании. Как вы знаете, Евгений Пригожин какое-то дико эмоциональное сделал обращение к Шойгу Герасимову, обвинив их в том, что они не дают ему боеприпасы. Сделал он это на фоне тел погибших вагнеровцев в бахмуте. После этого Рамзан Кадыров ответил Пригожину сначала в выложительной такой форме, называя его братом, сказал, мол, не нужно делать такие эмоциональные обращения, это люди за нами наблюдают, когда они видят, что есть такие разногласия между нами в командовании, то люди переживают по этому поводу. Не лезь, пишу в кадр, ты очень некрасиво смотришься. После этого Пригожин объявил, что да, отлично, очень хорошая новость, готовы передать позиции кадыровцам 10 мая. Риторика Кадырова резко тогда изменилась, она прям радикально ухудшилась в адрес Пригожина, он теперь уже называл его не братом, а Женей. Какие-то обиды высказывал, что якобы попасную там брали не вагнеровцы, в общем, какие-то там такие вещи. После этого Кадыров провел совещание с силовиками, где-то рядом с курятником, по всей видимости, потому что видео этого совещания снабжалось какими-то фоновыми звуками. Кудах-то они, куриц, видимо, более подходящего места они не нашли, где-то рядом с курятником сели, хотя в этом есть, конечно же, логика. Видимо, ближе к месту дислокации своих силовиков. В общем, в итоге все разрулилось так, что... А, нет, подождите, до того, как это все разрулилось, Кадыров написал письмо Владимиру Путину, попросил, чтобы туда их отправили, значит, все те кадыровские силы, которые дислицированы в Украине. Он попросил их перенаправить в Бахмут. После этого он проводит, значит, это вот совещание с силовиками, где он дает разнарядку, мол, всех желающих, нежелающих нужно собрать. Но он так, конечно, не говорит, но мы-то знаем, что подразвивается под желающими. Он говорит, типа, все, кто вот хотел, нас очень просил, всех их, значит, собирайте, мы их отправим, там все должны быть готовы защищать Родину. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, по факту это все означает, что там жестко начнут людей собирать и принудительно отправлять в Бахмут. В общем, были, честно говоря, по этому поводу уже переживания. Так как шутки шутками, но отправятся туда не кадыровские начальники, вот не те, кто там сидели на этом совещании рядом с курятником. Туда отправятся в основном, основное количество, это будут люди, которые не хотят туда ехать, воевать, это будут обычные какие-нибудь там жители, провинившиеся, люди, попавшие к ним в руки, похищенные, сидящие в тюрьмах и так далее. Вот, но все разрулилось так, что Евгений Пригожин сегодня официально заявил на своем, на канале своей пресс-службы, что ему гарантировали необходимые боеприпасы, им дали там чуть ли вот отдельного генерала, который будет чисто их нужды удовлетворять. Я сейчас про нужды в боеприпасах говорю. Значит, это Суровикин, тоже известное имя. Дали вот этого Суровикина и обещали, что значит все необходимое с боеприпасами, там все через него, короче, все будете иметь. Соответственно, вагнеровцы оттуда не выходят, кадыровцам, значит, туда ехать не надо. В общем, весь этот кипиш все отменяется, можно, в принципе, по этому поводу уже расслабиться. Ну и хвала Аллаху, это хорошо. В любом случае, радует то, что невинных людей, каких-то там просто, кого они поймают, там на улицах Чечни, туда не отправят, это уже хорошая новость. Сразу вам скажу, я абсолютно не переживал бы и не переживаю по вот этим вот кадыровским преступникам, предателям. Просто я знаю, что они там будут погибать, вот что неприятно. Даже вот после этой новости мы с моим окружением это обсуждали. И вроде бы хочется сначала, бывает такой, знаете, посыл, хочется сказать, как хорошо, наконец-таки, их там всех теперь будут мочить, как мочат этих вагнеровцев. То есть они тоже будут нести там огромные потери. Но немножко остыв, отойдя от эмоций, ты понимаешь, что не будут ни Агуев, ни никто из членов семьи Кадырова. Туда не отправятся воевать. Никакие начальники РОВД и прочие не будут. Да, Агуев, он будет записывать вам ролики и ездить по городам Украины в глубоком тылу, который находится сейчас под оккупацией. Будет снимать там какие-то ролики, будет давать, раздавать интервью, делать какие-то громкие заявления. Но там в Бахмуте, в окопе, на передовой, на штурм, он не пойдет, ни он не пойдет, ни вот эти вот такие матерые кадыровцы, преступники, они не пойдут, к сожалению. А так, конечно, очень хотелось бы, чтобы именно они там оказались, в этих окопах, чтобы именно их туда гнали. Субтитры создавал DimaTorzok